Добрый день, уважаемые зрители! Приветствуем вас в Кустанайской областной универсальной научной библиотеке имени Льва Николаевича Толстого в зале «Поросаджалы». Традиционными стали прямые эфиры и видеостречи в рамках «Поросаджалы». И сегодня мы встретились с главным специалистом отдела аномастической работы управления культуры Акимата Кустанайской области с адвокатовой Айжан Жусановной. Государственная служба — это дело трудоёмкое, чрезмерно ответственное, требующее профессионализма, средства устойчивости. А также самым важным в этой нелёгкой работе является добропорядочность. Что значит добропорядочность среди госслужащих? Добрый день, уважаемые зрители! Отвечу на ваши вопросы по мере возможностей. Государственные служащие — это, прежде всего, представитель государства, как уже видно из названия. Представитель государства, который общается, который взаимодействует с населением, в целом, с народом. Поэтому он должен соответствовать всем критериям, скажем так. Всем критериям общения, всем критериям, как вы говорите, добропорядочности, человечности. Поэтому, действительно, государственная служба тоже является призванием для многих. Это не просто ремесло, а это именно призвание. Потому что, действительно, это требует много качеств, которые способствуют такому объективному труду, целенаправленному и продуктивной деятельности в деле реализации государственной политики в целом. Какую бы отрасль ни взять, мы, государственные служащие, реализовываем государственную политику в той или иной сфере. Поэтому наша задача — это донести до населения позиции государства, взаимодействовать с населением в той или иной сфере жизнедеятельности. И при этом, естественно, учитывать интересы населения в первую очередь и отстаивать позиции государства, реализовывать позиции государства и донести, первым делом, объективно смысл деятельности государства, суть вопроса в той или иной сфере. И при этом, естественно, быть корректным, быть воспитанным, внимательным. И, естественно, порядочным человеком. В настоящее время аномастика, как одно из ведущих направлений национальной и языковой политики в республике, приобретает не только научно-практические и культурно-исторические, но и общественно-политическое значение. Расскажите немного о своей работе. В чём она заключается? Ну, значит, моё ведомство, где я служу, управление культурой, там есть, значит, управление культурой реализовывает, естественно, государственную политику в сфере культуры и развития языков. Ну, аномастика — это, скажем, такое направление деятельности, которое не у всех на устах, как говорится, да? Это для многих, может быть, новое, может быть, неуслышанное понятие. Но, тем не менее, аномастика — это отрасль науки, отрасль филологической науки, которая занимается наименованиями. Начиная от имени человека, заканчивая названием планеты, это всё отрасль аномастики. В общественной жизни это речь идёт, значит, в сфере аномастики речь идёт о названиях улиц, населённых пунктов, объектов, географических объектов, социально значимых объектов. И в этом плане какова роль аномастики? В названиях населённых пунктов, в названиях гор, местностей у нас идёт информация о нашей истории, о нашей культуре, традициях. И, естественно, аномастийские названия тем самым несут в себе огромный общественный смысл. Это и послание для будущего поколения, это и память историческая. И поэтому эта отрасль, она и интересная, и в идеологическом плане является основополагающим фактором. именно формирующим идеологическую базу государства. Поэтому к вопросам в аномастийской работе нужно подходить очень тонко, очень ответственно и всесторонне, профессионально. Поэтому мы можем смело назвать, что аномастика, заключающаяся в названиях населённых пунктов, улиц, местностей, это очень большой фактор в формировании и воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма, в духе любви к родине и в ответственности в целом за свою родину, за свою страну. Потому что, как нам известно, история, традиции воспитывают нас в первую очередь. Потому что человеческие ценности заключены именно в этих направлениях, в истории, в традициях, в культуре. И в этой части аномастика играет свою незаменимую роль, важную роль. Поэтому я считаю, что наша работа, она идёт глубоко в, скажем, она является очень разносторонней, ответственной и выступает одним из факторов формирования идеологии государства. А без идеологии, как говорится, без души государство, оно не может существовать. И вот такое, в общем, общая характеристика моей работы. Понятно. Если перейти к теме коррупции, вот по вашему мнению, как можно вывести коррупцию из тени и как её можно победить всё-таки? Коррупция, она, конечно, сейчас очень большая проблема для государства, для общественного строя, потому что это как тот, я не знаю, как вот термиты, например, могут развалить дом, да, маленькие такие вот существа, они могут целый дом, даже что дом, даже ещё больше какие-то здания могут они просто развалить. И коррупция для государства такая же напасть, потому что она подтачивает основы государства, государственности. И самое печальное то, что коррупция подрывает связь между государством и населением. А это самая важная часть нашей жизни. Поэтому это очень большое зло. Это, несомненно, очень большое зло, с которым нужно бороться, несомненно, это бороться и всестороннее, и незамедлительное, и самое важное, это нужно искоренять в самом начале. То есть нужно начинать с воспитания ребёнка. Как говорится, с колыбели нужно бороться с этим злом, чтобы оно не касалось молодое поколение. И тогда, возможно, будет, конечно, какой-то прогресс в этом деле. Сколько не учить, здесь важно на собственном примере показывать. Потому что дети учатся на примерах. Любое обучение строится на примерах. Обучение, воспитание — всё это строится на примерах. Потому что кто бы то ни был, кто учится, он всегда должен перед собой образец. Обучение на этом и строится. Мы, когда объясняем любую теорему, мы приводим примеры. Объясняем урок любому предмету, мы всегда приводим примеры. И воспитание, естественно, тоже строится на примерах. А в борьбе с коррупцией примером должны служить мы все. И родители, и учителя, с кем соприкасается ребёнок, соприкасается ученик, молодое поколение. Мы все должны очень ответственно к этому относиться. Только тогда какой-то прогресс может быть в этом деле. Борьба с коррупцией является одним из ключевых приоритетов в государственной политике нашей республики. Как воспитать молодое поколение, которое будет свободно от коррупции? Я, как уже отметила, это, во-первых, на личном примере. Во-вторых, молодое поколение должно знать законы. То есть коррупция — это нарушение законов вообще. Поэтому, кроме личного примера, молодое поколение нужно воспитывать в духе законопослушности. В духе того, что государство, страна, оно зиждется на законности. И соблюдение законов, соблюдение законодательств, соблюдение норм — это такое же обычное, само собой разумеющееся явление, как, например, посещать школу, как, например, реализовать свои права и обязанности в тех или иных обычных житейских ситуациях. И поэтому в школах, например, нужно объяснять, даже вводить какие-то факультативы, именно разъясняющие законы. Если они есть, то именно нужно, я не знаю, пересматривать что ли программу в том плане, что детям с малых лет нужно внедрять сознание, воспитывать в том плане, что соблюдать законность, соблюдать законы — это один из главных принципов жизнедеятельности общества, это один из главных принципов внедрения в общество, один из главных принципов вообще жизнедеятельности в обществе. Мы же социализируемся же, и вот эта социализация должна, прежде всего, строиться на принципах соблюдения законностей. И вот тогда, например, у молодого поколения сознание будет чистое. А когда человек пытается обходить законы, это уже, естественно, приводит к другим путям, к лёгким путям, которые не всегда бывают честными, не всегда бывают именно в рамках закона. Поэтому вот в таком сознании нужно воспитывать молодое поколение. А что бы Вы пожелали нашему молодому поколению в этой борьбе с коррупцией? Молодое поколение нужно обучать с малых лет, законопослушности. И это продолжается в обучении и в УЗИ, при получении специальностей. И в УЗИ это воспитание продолжается. Молодое поколение студенты воспитываются в свете того, что государство, жизнедеятельность государства, функции государства и социальная жизнь, социальная сфера, в общем, все сферы жизнедеятельности в государстве, оно всё регулируется законами. Поэтому, соблюдая законы, ты как специалист, ты как профессионал, прежде всего служишь своему народу, потому что народ — это твои родители, твои друзья, твои родные, близкие, дети будущие или настоящие. Это всё народ. Поэтому человек, гражданин, скажем, с большой буквы своего государства, он должен, прежде всего, думать о благополучии, в принципе, своей страны, своего народа. Поэтому он должен знать чётко о том, что, получив профессию, идя работать куда-либо, в любую сферу, он, прежде всего, реализовывает свой потенциал, свои права и обязанности. Любой человек, да, вот мы все живём на Земле, мы все друг с другом связаны. Мы иногда думаем, вот, например, ну, что я, например, если там совру или ещё что-нибудь, какой-нибудь поступок плохой сделаю, от этого никому плохо не будет, да? Вот многие так думаем, например. На самом деле это не так. Даже от нашего одного даже слова, например, может пойти резонанс такой, что, например, я вам, если сейчас схожу, плохое слово, у вас испортится настроение, да? Вы пойдёте домой, накричите на своих, например. Они, в свою очередь, и дальше. И вот таким образом можно, одним словом даже, такой резонанс плохой распространить. А добрым поступком, добрым словом можно положительный резонанс, например, запустить. Что лучше? Естественно, положительный резонанс. И также, тем более от нашей деятельности, да, где мы реализовываем свои профессиональные обязанности, служим народу. От этого, естественно, зависит взаимодействие в обществе. Гармония в обществе зависит. Если каждый будет служить, выполнять свои функции с мыслью о том, что он делает полезное, в первую очередь для себя, потому что он реализовывает себя. И от этого положительного, от этой его положительной реализации получается польза населению, да? Польза тем, кто, с кем он взаимодействует. И, естественно, это всё дальше распространяется на что? На экономику и так далее. Поэтому молодое поколение, молодые специалисты, они в первую очередь, конечно, должны думать о своих обязанностях перед государством, которое его обучило так или иначе, перед народом, частью которого он является. И тогда, вот, основываясь на этих принципах, человек уже будет думать, действительно, если я вот такое плохое совершу, как оно будет? То есть это дело совести, в первую очередь. Во-вторых, в плане каком? Материальном, да, плане? Есть же всем известная поговорка, бесплатный сыр бывает только в мышеловке, да? И эта поговорка, она работает безотказно. Только дело времени, например. Потому что за каждое содеянное дело, да, как говорится, воздастся. Поэтому как бы, какую бы сторону не возьмём, но всё равно это получается, какое дело? Дело неблагодарное, да? Да. Дело такое, как скажем, которое несёт разрушение. Поэтому заплати налоги и спи спокойно, да? И также не бери, там, скажем, мзду и спи спокойно, потому что содействовав акту, коррупционному акту, например, ты, может, косвенным образом повлиял на чью-то судьбу. Да. Может быть. Может, человек принёс последние деньги, например, да? Может, человек ещё. Ситуации разные. Разные, да. Поэтому в этом плане тоже большая идёт ответственность. Поэтому молодому поколению что остаётся? Пожелать. Пожелать жизнь свою начинать, трудовую путь, жизненный путь начинать с чистыми помыслами, с благоприятным настроем и общечеловеческие ценности никто не отменял. И знать общечеловеческие ценности, чтить общечеловеческие ценности и, прежде всего, быть патриотом своей страны, да, потому что будущее любой страны, любого государства, любого общества — это в руках молодых. Поэтому сейчас тенденция такая, что нужно быть грамотным, в первую очередь духовно грамотным, потому что без духовности мы же говорим сейчас «рухани жангру», да? Да. В этом же большой смысл заложен, потому что действительно мы вернулись к тому, что нужно начинать с этого, с духовного развития, оказывается, потому что хорошие мысли, светлые мысли приводят к светлым действиям, да? А мысли откуда? Из духовности. Это из почитания ценностей человеческих, почитания культуры, традиций, потому что в культурах, традициях, в истории заложена большая общечеловеческая ценность. Зная, всесторонне зная традиции и чтя, их человек учится мыслить здраво, скажем так. И тот, кто понимает высокий смысл этих традиций, естественно, он уже развивается на другом уровне, на более высоком уровне. А что касается правонарушений, это всё естественно удел развития более на более низких уровнях. Поэтому каждый человек должен стремиться к высоким уровням развития, потому что жизнь — это большая ценность, чем мы одарены вообще. Эту жизнь нужно прожить на более высоких нотах, нежели там карабкаться, скажем так, пересчитывая какие-то мелкие монеты. Поэтому когда человек возвышается над каждодневной суетой, например, потому что чем человек масштабнее мыслит, тем у него жизнь вообще цели яснее, более высокие. Поэтому уже всё становится на свои места. Таким вот образом молодому поколению я бы пожелала начинать свой жизненный путь с высокими помыслами, с высокими чистыми помыслами и с такой чёткой позиции, наверное, с чёткой жизнеутверждающей позиции. И, наверное, самое важное в борьбе с коррупцией это оставаться честным и добропорядоченным гражданином своей страны. Спасибо, Ижан Жусановна, за интересную беседу. Спасибо. Спасибо.